Пограничную заставу Хойники открыли в минулом году. Под свой контроль она взяла маль 100-километровый участок Державной Мяжи из Украины, который проходит по территории Полесского радиационно-экологического заповедника. Весь постоянный контроль за этой территорией дозволяет система видеоназирания, которая работает в любой час суток. Центр оперативного мониторинга предназначен для визуального наблюдения за государственной границей, а также выявления нарушителей государственной границы. Деяность пограничной заставы Хойники имеет одну отметную особливость. Тут практически нет солдат, которые проходят терминовую службу. Постоянное находление в зоне радиационного забружения может уявлять погрозу здоровью, а тому выезжать туда могут стольки контрактники, только из их сгоды. При том, что контроль за станом здоровья постоянный и вельми строгий. Для того, чтобы въехать на загрязненную территорию пограничнику, ему необходимо написать рапорт. То есть он добровольно пишет рапорт о согласии, что он будет учитывать охрану границы на территории радиоактивного загрязнения. Один раз в год он должен пройти комиссию. Также у нас есть специальное помещение, где у нас хранится спецодежда для въезда на территорию ПГРС. Также при выезде из территории ПГРС машины специально обрабатываются, также служебные животные обрабатываются и одежда стирается. Практично завсюду в составе пограничного нарада инструктор со службовой собакой. На что сдольные гэты живелы наша сдымочная группа убачила на полосе пирожкот. Бельгийская аучарка помянушцы лишь бы проходить ей без проблем. На тренировках я наробить гэта по 10 разов за пар, после чего беорослеты отшукывая на мясцовости незнаемые предметы. У вогули служба на территории зоны радиоактивного загружения нелегкая. Постоянные посты тут створать нельга, а тому патрулевание ведется на автомашинах. Хоть при необходности пограничники проверяют подозренную территорию пешу, на вот калитут отзнашаются повышенные узровни радиоактивного загружения. Сырот затриманных у основанных сталкеры и браконьеры. Мы задерживаем здесь, на территории заповедника, сталкеров, любителей собрать металлолом, поохотиться, почувствовать острые какие-то ощущения. Вот практически недавно, примерно около месяца назад, в течение двух ночей нам было задержано две группы лиц, которые пробрались на территории зоны отчуждения для сбора рогов диких животных. То есть идут, как правило, они подготовленные, при себе имеют запасы пищи, воды. Непосредственно на заставе для пограничников створились зусимня дренные бытовые умовы, включающие лазни, бассейны душовые. Теперь уже тяжко уявить, что еще зусимня давно на этом месте были наповоразбуранные никому не потребные будинки. Пограничники – это саправды парадок и надейность.